Всем привет! В саду всегда много работы, а особенно осенью. И сегодня я хочу поделиться садовыми лайфхаками, как уберечь растения от морозов. Первый лайфхак – как укрыть плетистую розу. У меня, например, растет плетистая роза фламентат. Хотя эта роза и морозостойкая, однако побеги могут подмерзать в суровые и бесснежные зимы. А розу лучше пригнуть и укрыть легким укрытием. Когда роза будет зимовать под снежным покровом, она не подмерзет. Поэтому сейчас я покажу, как я укрываю розу. Пригнуть колючую розу не так уж и легко. Для этого я использую специальную палку с колышками. Прижимаю ей розу и вбиваю плотно колья. И роза получается пригнута к земле. А затем делаю укрытие. Можно укрыть, например, белым спонбондом, можно накинуть еловый лапник. Либо, как я делаю, срезаю старые цветы, которые уже отсвели, и набрасываю наверх. Заметает все это снегом, и роза отлично зимует. Но это что касается розы фламентанц. Например, другие розы могут обладать меньшей морозостойкостью и зимостойкостью. Поэтому их нужно укрывать более плотно и надежно. Ставить дужки и два слоя белого спонбонда. А для фламентанц, либо для парковых роз, можно сделать вот такое легкое укрытие. Второй лайфхак. Практически все сорта винограда в наших условиях нуждаются в укрытии. Вот, например, это сорт минский розовый. Хотя он и может без укрытия зимовать, но, опять же, в какие-то бесснежные морозные зимы он может подмерзать. Поэтому все же хотя бы легкое укрытие нужно сделать. Значит, очень часто возникает проблема, как прижать эту лозу к земле. Приходится искать какие-то штыри, делать из проволоки, их покупать в магазинах. Но есть классный способ, абсолютно бесплатный. Опять же, вот такие колышки после обрезки, смотрите, рогулька. Просто рогулька, после обрезки сада осталась. Значит, одну сторону подлиннее оставляете, заостряете, и получается вот такой отличный колышек. Значит, этим колышком можно пристегнуть лозу к земле. Можно, в принципе, не только лозу, там розы какие-то прижать, другие растения, кустарники. Пригибаем лозу, втыкаем, опа, и лоза прижата, все. Теперь виноград можно спокойно укрывать. Либо еловым лапником, если более южные сорта, не такие устойчивые к морозам, тогда укрываем специальные материалы, более теплыми. Кстати, лапник я в лесу не заготавливаю. Если вы хотите заготовить лапник для укрытия в лесу, обязательно обратитесь в лесничество и возьмите соответствующее разрешение. Самовольно заготавливать его нельзя. Вот откуда я взял? Я взял у соседей. У них была елка, и мне дали добро ее спилить, поэтому у меня есть доступный лапник. Лайфхак номер три. У многих на даче хранятся жидкие биопрепараты. И, конечно же, хранить их в холоде никак нельзя. Они испортятся. Их нужно забирать либо в город, в квартиру, и хранить в холодильнике, либо каким-то образом сохранить на даче. Например, у меня очень много жидких биопрепаратов. И, конечно же, в город я их везти не собираюсь. Я их храню в погребе. В погребе постоянно положительная температура, примерно около 5 градусов тепла. И здесь они отлично хранятся до самой весны. И даже летом, чтобы не занимать место в холодильнике, я храню их в погребе, потому что в погребе всегда прохладно. Вот поэтому, если у вас есть жидкие биопрепараты, посмотрите, наведите порядок на даче. Нет погреба, забирайте их в город. Если есть погреб, обязательно поставьте на хранение в погребок. Лайфхак номер 4. Как сэкономить на биопрепаратах? Смотрите, у меня в руках биопрепарат триходермы. И как я экономлю деньги? Значит, весной я закладываю компостную кучу и проливаю триходермой. За лето триходерма там множится, перерабатывается растительные остатки. И к осени у меня получается гора компоста, обогащенная триходермой. И затем осенью вот так по огороду, по всем грядкам, по малине, под кустарники, везде я разношу этот компост. И таким образом обогащаю почву триходермой, которая будет улучшать питание растений, а также защищать их от различных заболеваний. Вот такой экономичный и практичный способ. Садовый лайфхак номер 5. Осенью мы обычно обрезаем розы перед укрытием. И после обрезки остается куча различных побегов, которые мы обычно сжигаем на кострах. Но их можно не сжигать, а получить бесплатный посадочный материал. Конечно же, осенью не все черенки приживутся. Но даже если несколько черенков приживется, укорениться, это уже хорошо. Тем более, это абсолютно бесплатно. Значит, как укоренить эти черенки? Смотрите, вот у нас какой-то есть побег молодой. Нам понадобится нарезать из него черенки. Значит, над почечкой делаем прямой срез. Опа. А внизу под почкой делаем срез косой. И у нас получается черенок примерно сантиметров 20-30 длиной. Значит, все, он готов к укоренению. Что мы делаем дальше? Идем на грядку. У нас подготовлено какое-то место для черенка. Может быть, грядка, череночник, либо в цветнике свободное место. И черенок, располагая с севера на юг, втыкаем в грядку. Под наклоном. Угол 45 градусов. Этот угол нужен для того, чтобы черенок хорошенько укоренился. Была хорошая мощная корневая система. И причем его нужно садить очень глубоко, чтобы сверху была только одна-две почки. Остальная вся часть под землей. Чтобы черенки не вымерзли зимой, если удастся бесснежная и морозная зима, лучше их сверху накрыть опавшей листвой. Она утеплит черенки, и весной они укоренятся, приживутся, и к следующей осени вы уже получите бесплатные молодые кустики. Эти садовые лайфхаки помогут вам лучше подготовиться к зиме. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. Всем пока.